дорогие друзья всем добро пожаловать на наш канал и сегодня значит по по многочисленным просьбам будет видео которое вы так все долго ждали мама ответит на ваши часто задаваемые вопросы по поводу нашего значит до расставания потому что это очень интересно как мама отреагировала когда как отнеслась очень много вопросов поступало на этот счет и мы вот решили до почитав все ваши комментарии записали такие вот самые часто задаваемые вопросы решили сейчас на них ответить вам поэтому начинаем как может отреагировать любая нормальная мать конечно же это все неприятно это понятно но в нашем случае я хочу сказать спасибо богу что это случилось сейчас они позже что у них нет детей что у них нет общего имущества нет этой дележки мы мы люди порядочные нам нам ничего не нужно чужого не квартиры не техники не мебели не золото у нас все есть нас все есть поэтому мы хотим как цивилизованные люди распрощаться с этим человеком и забыть его навсегда несмотря на то что этот человек был нашим очень хорошим другом с халилом мы его знали очень давно ну что ж человек не оправдал наших ожиданий человек показал себя не с очень хорошей стороны поэтому я еще раз повторюсь что благодарна богу что так случилось и это сейчас ну что что там была свадьба прошло там три месяца это многие из вас пишут что может быть можно что-то там сохранить нужно дать шанс и люди ошибаются во первых это не ребенок 15-летний который знаете там ошибся там что-то и его нужно простить у него нет жизненного опыта здесь здесь совсем другая ситуация и дело в том что есть такие нюансы которые не выносятся на публику и так было влада очень очень много сказано о причинах развода о причине развода было сказано очень много было выпущено 4 видео но есть такие нюансы которые должны остаться внутри семьи вчера в комментариях влада сказала что он там она покупала да какие-то там статуэтки и предметы декора и он никак не реагировал нет причина естественно не в этом не в статуэтках не вазочках там понравилось она мне понравилось но дело в том что я считаю так что да да мужчине не особо конечно важен там декор и все остальное это все должна делать женщина создавать уют доме это понятно но мужчина муж вот он как как единое целое как семья он же должен как-то все равно участвовать в этом правильно у меня вот у меня как-то по-другому меня муж участвует он говорит что там там например на мне хватает аршера здесь можно было поставить вазу там он смотрит ему интересно какие шторы я повесила ну как бы мы живем вместе это наш дом наш бы да и я считаю что мужчина муж все равно должен участвовать как-то в этом быть правильно который мы создаем с ним совместно вместе и я не согласна там со многими писали что ничего страшного у меня тоже муж не может прибить гвоздь там не может что-то отремонтировать а я считаю что мужчина должен уметь элементарное например прибить картину или там например течет кран он он его должен уметь отремонтировать что не должны быть инструменты ну так как ты мужчина ну а если хорошо там многие говорили что допустим можно вызвать какую-то компанию есть деньги заплатить ну так тогда можно жить и одной и вызывать компанию платить или все за тебя будет делать компания правильно зачем тогда нужен муж но как-то я считаю что сына муж должен участвовать в жизни семьи в жизни семьи конечно он должен участвовать должен как-то быть вовлечен вода в семейные вот эти вот все дела он до приходить домой то есть как себе домой он хозяин то есть так как мужчина как ты крути хозяин до семьи мужчина же у нас находится во главе семьи правильно мы лишь всего лишь там шея поворачиваем туда защиты голова и поворачивается так вот поэтому я тоже не согласна с многими танка не то что с не согласна нет вы это ваше мнение вы имеете на его право на него право конечно же пишите это ну как бы делитесь своим мнением но мы также решили поделиться своим мнением то что мужчина прежде должен вот быть как за каменный годы как за каменной стеной за ним вот-вот-вот прибей картину да там или например вот тогда смеситель надо поменять вот у меня папа кстати он умел делать все вот я не знаю там что по дому ломалась я бегу бегом-бегом папа там розетка выпала папа там смеситель менял папа там еще что-то и так далее то есть папа но на то и мужчина понимаете чтоб добыть и вот как безопасности что ли и что была постоянно какая-то помощь тебе вот этого я не увидела в своем уже то есть этого мне очень я не увидела это вообще это не основная причина причину я уже озвучила предыдущем видео а это просто как дополнение то есть к тому же да к тому же еще и вот это многие пишут о причине было выпущено 4 видео где влада конкретно назвала причину ну я не знаю кто понял тот понял понимаете есть такие моменты которые они выносятся на суд людской но они не выносятся чтобы так все понятно в прием что-то должно остаться внутри семьи почему мы должны это все выносить вот говори причину говори причину так как влада ведет свой блог конечно она должна делиться со зрителем да но тоже вот все мы же не можем рассказать сказали причина там в том то в том и это не поддается прощению и мы не можем дать какую-то прощение многие говорят вот если любишь то простишь нет я я вообще не понимаю таких женщин что значит если любишь простишь то есть ты будешь терпеть если любишь там что-то терпеть а почему нужно что-то терпеть жить по силам вред это даже не важно в каком возрасте двадцать три года в сорок лет пятьдесят лет почему нужно что-то терпеть я считаю что что женщина вообще не должна ничего терпеть если она уже видит извините что мужчина г зачем он нужен зачем что-то терпеть если конечно я не беру такие ситуации когда у женщины трое пятеро детей да она полностью зависит от мужа ей некуда деваться и некуда вернуться то здесь я не знаю я я не не буду спорить не буду ничего говорить не знаю мы не были таких ситуаций слава богу но когда например она молодая есть всего лишь 23 года почему она должна что-то терпеть и нести его косяки до жить с его как жизнь до жить с его косяками почему нужно что-то терпеть стерпится слюбится вот вот вы только поженились и нужно там что-то терпеть да вот только поженились и слава богу что что спустя такой короткий срок мы увидели с кем имеем дело ну это же не какие-то там вот бытовые до проблемки там вот какой-то притирки все это пройдет до перемелется мука будет но это же не тот же день причем тут притирка не терком да здесь человек совершил такой поступок ну я не знаю это наверное предательство это предательство это неизменно и всю жизнь это будет продолжаться если сейчас вот так вот его не поставить на место дай чтобы он задумался как-то сам и же уже свою жизнь возможно она начнется чистого листа то это будет продолжаться всю жизнь то что конечно у меня у меня у меня шок что мы знали человека столько времени и знали его как хорошего друга как-то значит мы его не знаем мы его просто не знали но вот от этого у меня шок да но как мы могли его знать точно на сто процентов вот как тоже некоторые пишут то что это что не видела с кем-то выход за кого выходила замуж или скиты что 7 встречалась до свадьбы а как можно человека узнать встречаясь или например вот как вы быть друзьями там восемь лет да и как вы видите друг друга там раз в неделю два раза в неделю а что он делает чем он занимается его круг общения и тогда вы не знали этого этого знать невозможно потому что у каждого есть свои скелеты понимаешь тут как ни крути ты человека ну не узнаешь сто процентов даже буду чем браке ты его не узнаешь сто процентов встречались то что не видела там ну как можно убедить когда ты встречаешься во все так и хорошо естественно он себя не покажет какой-то плохой конечно потом начинаете жить начинается совместный быть и ты уже узнаешь какие-то его проблемы минусы да ты начинаешь узнавать да можно прожить и 10 лет и 15 и не знаю с кем ты живешь и только при разводе потом женщины многими начинают понимать с кем жили когда может мужья там вытаскивать все это грязное белье наружу когда имели совместный бизнес подставляют друг друга на разводе все это выясняется и потом оказывается господи с кем я жила на все эти годы теперь значит вопрос звучал так то что я да значит избалованная кукла и я сразу значит да прибежала к маме убежала значит от мужа муж такой хороший я же прибежала к маме то есть ну как ты на это что ты это скажешь кому я должна была бежать конечно она должна была прийти ко мне это раз во вторых мы уже узнали эту ситуацию мы вместе всей семьей узнали ситуацию что произошло естественно я она даже не уходила домой так как они в этот момент жили здесь я сказала что никуда ты не пойдешь мы на следующий день идем и собираем вещи естественно она прибежала естественно она осталась у меня это понятно а куда она должна была пойти как любая мать их как любая нормальная мать естественно я поддержу своего ребенка это это нормально как мне надо было закрыть перед перед ней дверь или как как что мне надо было вообще я не понимаю этого вопроса если честно как женщины могут задавать такой вопрос почему ты побежала к маме еще был вопрос как как мамы муж отнесся к тому что значит ты пошла к маме жить а как а как мой муж должен быть должен был отнестись к этому он нормальный порядочный человек я его считаю своей семьей естественно это нормально если мой ребенок он знал что я у меня есть ребенок он знал что а во первых она приехала сюда на изначально до замужества жила с нами то есть конечно он это все принял у нормальный человек мы же не звери какие-то он отнесся вполне нормально если бы понимаете если бы он отнесся как-то по-другому то я бы тоже собрала чемодан и уехала с владой просто в украине слава богу нам есть куда вернуться значит я бы это расценила так что он получается тогда не моя семья он меня не поддержал ни меня не моего ребенка трудную минуту как как он должен был поступить это нормально это нормальные человеческие отношения у халила есть две взрослые дочери и если что-то случится не дай бог там с его дочерьми развод или там что-то коснется серьезное и ей некуда будет пойти я первое скажу пусть она приходит к нам живет с нами и я приму ее как свою дочь это это вполне нормальные отношения человеческие ну а мы же семья я просто не понимаю тех женщин которые задают такие вопросы может быть у вас с вашими мужьями как-то по-другому может быть они по-другому отреагировали или там уж не принял бы вашего ребенка в трудную минуту тогда зачем нужен зачем нужен такой муж я считаю что для любой нормальной матери ребенок дороже мужа я хочу сказать девчонкам женщинам которые смотрят там наши видео на нашем канале что если вы сейчас находитесь на грани разрыва развода и вы думаете как же поступить что мне делать а вдруг вот я его прощу и все у нас наладится и все будет так хорошо и он же изменится если он игрок он будет дальше играть если он вам изменил он будет дальше изменять если он ударил он будет продолжать вас бить то есть люди не меняются я не знаю там одна женщина писала что-то муж игроман и он значит играл долгое время а потом она его изменила я не знаю я в это не верю я не верю что можно изменить игромана наркоман бывшим не бывает пьяница бывшим не бывает гулина бывшим не бывает он все равно через какое-то время он все равно начнет играть он все равно проявит себя люди не меняются понимаете девчонки поэтому как бы это не было обидно больно нужно переплакать переживете это я считаю что ты вообще такая ерунда эти все разводы но не подошел бог с ним чем потом лучше сейчас лучше сейчас все это разорвать правильно чем учатся всю жизнь потратить лучшие годы еще ради не меняется и горбатого только могила исправить да это полностью поддерживаю чем многие женщины ради детей терпят мужей вот у нас дети вот что делать там как же ребенок без отца ну допустим ради детей не нужно ничего терпеть дети вырастут они все поймут дети вырастут уйдут от вас и вы остались одна получилось так в основном возрастом 45 50 лет уже до дети начинают там жениться создавать свои семьи а вы остались одна 45 50 лет потом сидишь одна и думаешь господи почему я раньше этого не сделала или дети видят например ваши ссоры вот он приходит он нагулялся домой да там или он пьяный приходит вы терпите его пьянки он приходит начинается этот пьяный дебош у нас начинает бить а дети все это видят так как лучше или лучше развестись и оградить детей от этого мужа пьяницы правильно чтобы они не видели что с происходит семьей что потом не повторяли эти ошибки у себя же в семье в основном мальчики это видят и считают что правильно значит нужно бить маму и он также будет относиться к своей жене то есть я считаю что ничего терпеть не надо только увидел ага изменил все сразу нужно заканчивать эти отношения ничего не будет он бы на коленях ползать и проситься до помиритесь только все устаканится а потом все по ну конечно все равно это все повторится поэтому я считаю что поэтому правильно лучше перестрадать если кто страдает переплакать с ума посходить походить психологом какой-то мне советует этих психолог поэтому девчонки любите себя никого не прощайте люди не меняются будьте счастливы и я полностью поддерживаю маму лучше перестрадать переплакать да там сходить с ума я не знаю там есть же да вот прям люди когда расстаются то там просто ужас что происходит не знаю меня такого нет потому что вы знаете вот пишите то что не было любви да во первых вы не знаете была любовь или нет это знаю только я и он но когда человек так поступает уже все эти чувства они настолько притупляются и в конечном итоге они уходят если вы нормальный человек а если вы зависима понимаете это уже не любовь это уже болезнь если вы зависима от чего зависимая человека вот в этом да вот он вам делает больно а вы все равно да там его куда терпите прощайте вот зато мне будет хорошо а потом вам вам нехорошо в этих отношениях вам некомфортно вы себя не чувствуете полноценной зачем такие отношения зачем жить в урон себе во вред себе зачем это делать если можно действительно вот отрубить да и все и жить своей жизнью жизнь по-любому наладится по-любому и будут новые отношения и будет все хорошо по-другому быть не может такова жизнь черная полоса белая полоса поэтому ребята все хорошо спасибо большое за внимание спасибо вам за просмотр этого видео спасибо вам большое за поддержку и надеюсь что мы ответили на самые ваши часто задавать задаваемые вопросы ну и конечно же увидимся в комментариях и в других видео